Всем привет! Меня зовут Алексей Пономарев и я создатель магазина Brutalica.ru, а это мой новостной канал Night News. Как и любой отечественный нажимат, очень трепетно отношусь к творчеству Васильевича Дмитрия, мастера из Минска. Сейчас Дима известен на международной арене, он делает мало того, что с братьями Широговью много, он, конечно, известен тем, что вошел в семью Zero Tolerance и его ножи с его дизайном производятся теперь этой компанией, и Киршо, и Zero Tolerance. Хочу рассказать про что. Давным-давно, пару лет назад, даже с хвостиком, придумался им Кардинал. Кардинал потом стал выпускаться вместе с Широговыми. Стоил он уже, и до сих пор он стоит огромных денег. Потом его стали выпускать сразу китайцы в тяжелых подделках. Китайцы мало того, что делали его вот в таком вот виде, вполне достойным, казалось бы, они его еще делали вот в таком вот виде, даже назвали это гербером. А сейчас они пытаются Zero Tolerance сделать этот нож наиболее широким. Когда я был на плейд-шоу в Атланте, я был одним из первых россиян, которые держали нож в руках. Вот примерно таким вот образом он у меня в руках появился. Но широкому потребителю так этот нож не доехал. Он был по каким-то предзаказом, какие-то единицы просочились. Но ни у одного человечего дилера этот нож так и не появился в том достатке, чтобы я мог продать его вам. Вместо того, чтобы дать нам адекватный нож, который был вот такой замечательный, с композитным клинком, весь из себя красивый, хрен с ним, что даже дорогой, они теперь, видите ли, его делают из моностали, делают его с карбоном, и делают его же в стальном исполнении. Вот так. Но лететь-мотить до сих пор мы не видим его в руках. До сих пор это все релизы, то есть мы получили уже три модели в релизах, а в руках пока не поимели ни одной. Безусловно, ждем, сильно ожидаем, но пока только в виде картинок. Дорогой зритель, не забывай жанкнуть вот эту самую красную кнопку «Подписаться». Если ты нажмешь эту кнопку, ты будешь всегда в курсе обновлений моего канала, и дважды в неделю на твоем экране будут происходить самые четкие «Найк Ньюз». Давнишняя дружба связывает меня с мертерской студией «Межок». Это, наверное, лучший производитель украшенного холодного оружия на просторах нашей Родины. Это кортики, шпаги, охотничьи ножи, бытовые ножи и очень оригинальные изделия. Рекомендую посмотреть сайт «Межок.инфо», там, правда, красивые и кайфовые вещи. Почему вспоминаю о них сегодня? Буквально на днях узнал о том, что замечательный нож конструкции Александра Вахрушева, который называется «Калаш» и выпускался 25 штуками всего-навсего, заканчивается и больше не будет выпускаться. Осталось в наличии две штуки. Вещь страшно оригинальная, жутко дорогая, но вдруг кому-то нужно сделать большущий подарок, хороший корпоративный предмет от всех, красиво, долго, навековечный. Чтобы передать от отца сыну, от деда к внуку, я бы рекомендовал приобретению вот этот вот замечательный нож очень оригинальной конструкции. От очень хорошего и женского мастера. Рекомендую. Не так давно заинтересовался темой шейных ножей. Не тех, которые вот мало были, а такие маленькие, эксклюзивные какие-нибудь ковырялочки, которые можно носить на себе. И в очередной раз, открыв каталог компании «Спайдерка», увидел замечательные доктаги. Оказывается, они их выпускали не только черные, но еще и ярко-зеленые. Отдельно примечательно, что создателем этого ножа является Сергей Панченко, выходец из Украины, который в 8-летнем возрасте переехал в Калифорнию и теперь трудится на благо мирового ножевого сообщества. Этот нож – один из примеров хорошего сотрудничества выходца из СССР с хорошим американским производителем. Я бы себе такой доктаг, наверное, прикупил. Пойду поищу. Спасибо за внимание. Это был Night News. Дважды в неделю. Подписывайтесь. Продолжение следует...